Разгорается конфликт за предвыборные бюджеты Демпартии. Доноры-демократы заморозили 90 миллионов долларов наличными, требуя, чтобы Байден отказался от участия в предвыборной гонке. Под угрозой еще большие деньги – 230 миллионов. Замороженные взносы в пользу FutureForwards включают в себя многочисленные взносы в размере 10 миллионов долларов и более, сообщили в пятницу газета New York Times со ссылкой на два источника знакомых ситуаций. Штаб Байдена имеет на руках больше сотни миллионов долларов, а с учетом денег в сторонних структурах, эти суммы окажутся в замороженном состоянии, если с Байденом что-то случится. На сегодня 20 демократов в Конгрессе уже признали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке 2024 года, при этом многие заявили, что, по их мнению, он не сможет победить Трампа. Личности спонсоров-бутонщиков держались в секрете, а партнер другого бандлера-миллиардера-сочредителя Линкенлин Рида Хоффмана назвал этот шаг ошибкой. Один донор сказал изданию, что он несколько раз отвергал предложение Future Forward о пожертвованиях с тех пор, как Байден шокировал мир своим провальным выступлением на дебатах 27 июня с Дональдом Трампом. Этот отчет является еще одним свидетельством того, что сторонники демократической партии разочаровались в Байдене после дебатов и призывают партию заменить его другим кандидатом, вероятным вице-президентом Камалой Хэррис. На фоне раскола демпартии на первый план вышло противостояние Джилл Байден и Камалы Хэррис. Они друг друга не выносят еще с периода предыдущих выборов 2020 года. Джилл так и не простила Камале обвинений в расизме в адрес Байдена на дебатах кандидатов на праймерис. Джилл Байден будет стоять до конца, не желая отдавать место своего мужа в президентской гонке Камале. Джилл Байден, которая ляжет ко сми, лишь бы не допустить Харрис в президентское кресло, в состоянии такой гражданской войны демократы и идут на выборы, отчаянно хватаясь за власть, которая уже выскальзывает у них из рук. Хэррис имеются свои союзники, та же Хиллари Клинтон, но никто из них не способен помочь Хэррис поднять ее низкие рейтинги или сделать ее политиком посильнее. Все задачи, которые возлагали на Камалу, вроде нелегалов на границе, она с треском провалила, так что рокировка Байдена на Хэррис будет сродни замене шила на мыла. Сама же Джилла хочет показать, кто начальник в Белом доме и отправится открывать Парижскую Олимпиаду вместо мужа. Оппоненты Байдена пытаются подключить к своей компании на замену кандидата партийных тяжеловесов Нэнси Пелоси и Барака Обаму, но те публично никак не повлияют, но те публично никак не проявляют своих предпочтений. Команда Байдена же пытается перевести дискуссию в русло борьбы с Трампом. Белый дом успешно запустил новую кампанию по запугиванию Америки установлением диктатуры Трампа и его проектом 2025. Это план больших чисток в Вашингтоне с заменой всего руководства Пентагона, спецслужб и Дипкорпуса. Хотя 70% американцев, уставших от вашингтонских геронтократий, это только поддерживают. Но республиканцы собирают рекордные суммы пожертвований с довольным видом, наблюдая за тем, как демократы сами себя закапывают. Сам же Байден может передать деньги от пожертвований кому-то другому, только когда его номинируют кандидатом на съезде Демпартии в августе. Ну а после этого никакой мотивации сниматься с выборов у Байдена уже точно не будет. Его семейство и так настроено идти до конца и ни с кем властью не делиться. В конечном счете им придется переключиться на спонсирование кампаний демократов в Конгресс, раз с Байденом не удается договориться. Байден вовсю наматывает круги по ключевым штатам, стараясь заверить избирателей в своей профпригодности и отсутствие когнитивных проблем. У него это плохо получается, он пытается заключить перемирие с группировкой так называемых новых демократов в Конгрессе. Они представляют колеблющиеся округа и грозят пойти на разрыв с лоялистами Байдена и остальной демпартией, лишь бы не оказаться вместе с ними на дне.